Приветствую вас и вопрос, который вы задаете показался мне очень серьезным. Несмотря на то, что вы говорите про поршу и сглаз, несмотря на то, что вы говорите о том, что люди преследуют вас, вредят вам и как бы вам это очень мешает, дело в том, что обычно про поршу и сглаз говорят с людьми другой профессии, не с психологами, а с эзотериками, так как именно они снимают, насколько я знаю, эту самую поршу и сглаз. Но если вы обратились именно к психологии за помощью, то здесь нужно сказать так, еще раз повторю, что психология это наука, и оперируют психология только теми формациями, теми конструкторами, теми средствами, которые научно доказаны и имеют экспериментальные подтверждения. Так вот, ни в глаз, ни в порчах, к сожалению, экспериментальных подтверждений не имеют. По крайней мере, я о таких не услышал и не знаю. Соответственно, что знаю я, доказать то, что и глаз, и порча являются следствием совокупности, или лучше сказать, наверное, сочетания двух аспектов. Первый аспект – это аспект самовнушения, то есть человек, благодаря негативному влиянию других людей, например, вот этих вот ваших врагов, про которых вы говорите, и внутренние мудренние склонности верить в то, что угрозы, например, людей или их возможности позволяют действительно навредить, создает у себя такие предпосылки, из-за которых действительно начинает верить в то, что ему могут навредить вот так вот, удаленно даже не встречаются с ним. Второй и важный момент заключается в том, что человек по своей сути апеллирует памятью. И если когда-то у вас произошла такая ситуация, что вот вы что-то делали, и у вас что-то мистическим образом, по вашему мнению, по вашему впечатлению, значит, у вас мистическим образом произошло неправильно, не так, как нужно, то память удержала из вашей жизни вот эту вот причинно-следственную связь того, что были у вас шансы на благоприятный исход ваших планов, например. Но этого благоприятного исхода не случилось, и у вас в памяти отложилась вот эта вот цепочка. То есть часть целого, вот то, что у вас планы не получились, вы дополнили своим воображением в порции, и, собственно, в глаза. И хотя нету явных, то есть таких вот научных доказательств, да, которых, не даже не научных, а материальных или вещественных доказательств, которые могли бы указать на то, что дело именно в глаза и в порции, вы все равно уже теперь чувствуете, что на вас даст. Так вот правда в том, чтобы путем оперирования способов, путем оперирования средствами разрушить причинно-следственные связи с этими элементами. Для того, чтобы разрушить, нужно для начала работать над вашей самооценкой уверенностью в себе, чтобы вы не были так унижаемыми, чтобы вы все-таки не позволялись вот этим вот мыслям негативным, которые у вас есть, влиять на свое поведение. Потому что очень может быть, что давайте не будем однозначно говорить, что главные порции не бывают, но очень может быть, что вы просто-напросто своими негативными мыслями влияете на свое поведение, и в результате этого оно приводит к неудачам. Причем неудачам достаточно нелепым, смешным, неожиданным и так далее. Чтобы этого не было, нужно работать над повышением защиты от самооценки внушаемости. И нужно разрушить вот этот ваш образ, цельный образ, цепочка событий, которая приводит к вашей неудаче. «Тут, пожалуй, можно говорить о гештальтах, подходе к проблеме, то есть существует фон, существует фигура, вы воспринимаете этот цельный образ как фигуру на однородном фоне. Если, соответственно, изменить фон, сделать его неоднородным, то вот это точно у вас видится как фигура, ну, просто-напросто распадется. Условно говоря, вам нужно изменить условия своей деятельности, условно говоря, вам нужно поменять подходы к своей деятельности, делать какие-то вещи немножко по-другому, делать какие-то вещи иначе. Для чего? Чтобы один раз добиться успеха без молитвы и без помощи, ну, например, эзотериков и так далее. Если один раз вы это сделаете, то вы поймете, что ни молитва, ни эти люди как-то не особо влияют на вашу деятельность. На вашу деятельность влияет только вы и только ваше сознание и ваше направленное смысле. Но для того, чтобы эта деятельность поменялась, вам нужно качественно ее изменить. Дальше вы пишете о таких вещах, как тайные враги. Что есть тайные враги? Почему именно они хотят вам зла? Какая у них мотивация желать вам негатива, вам и вашему сыну? Откуда вы знаете, что у них есть способности к тому, чтобы напустить на вас глаз и порчу? Этот момент тоже нужно с вами проработать. Если враги тайные, то есть вы их не видите и вы их не ставите, то очень может быть, что это просто ваше воображение. Если враги тайные, то их нужно сделать явным, чтобы видеть их, чтобы знать их, чтобы иметь представление о них, чтобы понимать, как с ними бороться. Ну и наконец, про глаз и порчу можно сказать так, что, ну вряд ли люди, которые действительно обладают подобным даром, будут использовать его во вред людям. У нас на сайте много экспертов, которые занимаются сновидением, занимаются эзотерикой, и эти люди используют свой дар для того, чтобы помогать людям, чтобы зарабатывать деньги. И это гораздо лучше, чем вредить, потому что вред, он не приносит ничего хорошего. И возникает еще раз вопрос о мотивации. Наконец-то, если вы верите в Бога, а раз вы молитесь, что вы верите в Бога, то вам имеет смысл обратиться к священнику и поговорить с ним. Если ваша вера сильна, и мои доводы вас не убедили, а весну предположить, что они кажутся вам слишком научными, то священник даст вам возможность, например, какой-то другой молитвой сильнее себя защищать. Или, быть может, молитву даже читать не нужно будет, просто вам нужна более крепкая вера, подкрепленная священником, чтобы ни с глаз, ни порча вас, в принципе, не доставали. Наконец, если действительно на вас есть это, то вы можете обратиться к эзотерикам, чтобы они помогли вам от этого избавиться, возможно, поставили вам защиту, возможно, как-то еще помогли справиться с этими недоброжелателями. Тут еще нужно разговаривать непосредственно с эзотериками, для того, чтобы они сами подсказали вам возможные пути решения вашей проблемы. Но я рекомендую вам подумать над своим поведением, я рекомендую, ну, знаете, это слишком получилось, да, как взрослый говорит ребенку, подумай над своим поведением. Вы подумайте над тем, что вы делаете, подумайте над тем, как организуется ваша деятельность, подумайте, о чем вы думаете в момент осуществления этой деятельности. Если вы будете думать о сглазе постоянно, если вы будете думать о порче и о том, что у вас не получится, то вероятность того, что у вас действительно не получится очень высока, и делать это не порче и сглазе, а в том, что вы думаете. И вот именно то, что вы думаете, ваши мысли нужно менять. Для того, чтобы их менять, нужно изменить ваш подход, ваши отношения к этому, нужно изменить вашу деятельность, возможно, принести в нее какие-то новые элементы, чтобы у вас не было времени думать об этом. И обязательно нужно поработать немножко с вашей мотивацией и с уверенностью в себе. А также, думаю, не лично будет разобраться, почему выдаст имя сына, да, судя по всему без мужчины, возможно, вы чувствуете себя невыщущенной, уязвимой. И это тоже влияет на то, что вы ощущаете на себе глаз, поршу и так далее. Особенно, если вы были когда-то с мужчиной и знаете, каково это быть, например, с ним. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.